Студенты и школьники, волонтеры по всей республике приводят в порядок памятники погибшим Великой Отечественной, снимают ролики про ветеранов, поднимают из семейных архивов фотографии и фронтовые письма и даже водружают красный флаг на гору. Что движет молодежью? Патриотизм, под знаком которого Коми живет в 2015-м, юбилей победы, просто порыв души. В этом пыталась разобраться Елена Кононова. На изборожденных морщинами лицах улыбка и спокойствие. Хотя все герои выставки, фотографа Анжелики Штепа, наставления, пережили тяготы и лишения Второй мировой. Кто-то прошел через концлагерь, кто-то до крови натирал руки, отстирывая солдатские рубашки. Изначально автор проекта и не думала о военной тематике. Фотохудожнице просто хотелось поработать именно с людьми старшего поколения. Понимание того, какими будут портреты, пришло позже. За 8 месяцев Анжелика сделала более 100 снимков. Для меня, конечно же, это особенно было значимо, потому что это сулило мне встречу не просто с людьми, которые старые, которые прожили Советский Союз, то, чего я не увидела. Они увидели войну. И не важно, где они были. Были они в тылу или были на войне. Главное, что они пережили войну. Они прошли через такие трудности, которые, дай Бог, чтобы мы, наше поколение, этого всего не увидело. Но нам обязательно, конечно, надо помнить об этом. Он криснул нам, ребята, война кончилась. Вот тогда, вот радость была. А это герои уже ухтинского оператора Евгения Гроха. Молодой человек с единомышленниками снял 38 роликов с воспоминаниями ветеранов о фронтовых буднях. Работали на голом энтузиазме. В свободное время монтировали, переписывали видео на диски. В сюжетах активистов не просто ветераны. Это те, кто побывал в самом пекле, на передовой. Их, фронтовиков, сегодня осталось не так уж много. И потому очень важно сохранить их воспоминания для истории, для потомков. У них таких встреч уже не будет. Мы, к сожалению, становимся свидетелями того, как переписывается история. И эти воспоминания ветеранов, это как раз живые свидетельства того времени, которые не переиначить уже никак. И это живые доказательства той эпохи. Потому что у нас встречаются как какие-то общие ролики, идут общие воспоминания, так и на какие-то важные вопросы, острые, например, о личности Сталина. У нас больше всего просмотров один из роликов набрал, который как раз о Сталине ветеран вспоминает, рассуждает о его личности. И подобные воспоминания очень важны. Вот как раз в контексте того, что происходит сейчас даже в мире. А на этих кадрах бойцы спас отряды и представители турклуба Печорской Альпы берут штурмом Рейстаг. Так они назвали одну из безымянных гор Приполярного Урала и водрузили на ней красное полотнище. Среди энтузиастов совершенно случайно оказался внук солдата, который в 1945 году штурмовал настоящий Рейстаг в Берлине. Победа, маме, победа! На сцене Дома культуры Ижми реконструкция военной жизни сельчан. Здесь реальная судьба реальных героев. Небольшие сценки школьники готовили на основе рассказов бабушек и дедушек. Здесь и фронтовые истории, и проводы на войну, работа в колхозе. Некоторые моменты из жизни своих прадедов дети сыграли настолько ярко, что у многих зрителей в глазах стояли слезы. Только я скажу, давайте дети вспомним судьбу ваших дедушек-бабушек, через какие трудности им пришлось пройти, и они сразу забывают о своих телефонах. А у меня вот это, а у меня вот это. О героях войны школьники рассказывают и в эфире нашего телеканала. Каждый вечер мы показываем ролики про памятники солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной. Это видеосюжеты снимали сами школьники на обычную фотокамеру или сотовый телефон. В рамках совместного проекта Юргана и Министерства образования ребята не только приводили в порядок мемориалы и обелиски, они изучали историю своего села, своих земляков, которые не вернулись с фронта. И если мы будем проводить такие акции постоянно, то уже наших детей даже не будет потом желания на это заснимать и так далее. Это просто будет идти от души, и просто-напросто они будут к этому постоянно готовы и сами желать это делать. И не снимать даже на камеру для того, чтобы все это увидели. Они и так это будут делать. Впрочем, и без таких акций наша молодежь очень патриотично, считает историк Игорь Ластунов. Мол, это у нас в крови, и ничем это не вытравить. И пусть сегодня кто-то пытается переписать историю, наши ребята прекрасно знают, кто победил во Второй мировой. Сейчас мы в Академии каждый год ходим, как минимум три раза возлагают цветы. Это 15 февраля будет войска с Афганистана. Мы уже традиционно всегда афганцев поздравляем, возлагаем цветы. Это 22 июня, день начала войны, тоже у нас традиции возлагать цветы. И, естественно, 9 мая. Еще одна добрая традиция – работа поисковых отрядов. Уже много лет ребята из Коми ездят на вахты памяти в те места, где во время Великой Отечественной шли ожесточенные бои. За много лет поисковики подняли останки сотен солдат. При этом ряды добровольца постоянно пополняются. Поначалу новичков манит походная романтика, но после первой же вахты почти все признаются – поиск для них становится смыслом жизни. Война, как известно, не закончена, пока не похоронен последний солдат. Елена Кононова об итогах большой работы молодого поколения в деле сохранения памяти о героях Великой Отечественной. Продолжение следует...